приветствую вас друзья на канале сегодня будет вот такого аккумулятор принесли на ремонт он новый заказали с китая таких два штуки один без проблем работает а второй счета не работает я уже тут примерно представляю что с ним случилось здесь он не отображает ничего у него есть такой вот можно посмотреть уровень заряда но уровень заряда не показывает посмотрим что нам скажет прибор 13 4 вольта ну примерно понятно скорее всего какие-то банки разрядились будем разбирать кстати говоря я такие аккумуляторы видел на алиэкспресс было интересно посмотреть что это за аккумуляторы хотел даже заказать на пробу так ячейки у нас здесь какие-то непонятные с непонятной емкостью зато хоть эти есть колечки посмотрим что у нас тут и как 432 ого 432 037 035 432 я еще в прошлом ролике своем про аккумулятор подобный говорил там я просто корпусы с платой такой заказывал думал то бем с а это каста не бьем это просто обманка для зарядки и здесь никакого контроля нету в такой схеме естественно будут дисбаланс по банкам в любом случае когда-нибудь подключим к зарядке надо под подымать эти ячейки а те чуть-чуть подразредить высоковатое на них напряжение подключил я прибор прибор ничего не показывает ему что-то не нравится наверно сопротивление очень высоко да даже в холостую как на выходе зарядка выдает напряжение блока питания ограничивая ток на аккумуляторах получается напряжение как раз сейчас питается от 24 вольт и примерно 20 вольт с кое каким падением на зарядке там как раз она примерно и есть даже поднимается потихонечку на замену эти ячейки сейчас подкину и параллельные ячейки все протестирую на емкость пусть будет 6 ампер на разряд 4 на заряд так как две параллельно это будет в принципе нормально 99 циклов наших убираем один цикл нам будет достаточно заряд разряд потом можно опять зарядить заряд разряд заряд поехали аккумулятор отдал 4465 заряд я отменил так не штать потом уже их скопом заряжу вместе подпишем 4 400 ну и то же самое нужно сделать с этим аккумулятором замерить его емкость и потом с последним крайним аккумулятор 2 разряжен и это не добавляет оптимизма вернее не добавляет оптимизма его емкость 2127 это очень печально последняя ячейка протестирована 2185 миллиампер час даже не знаю что делать в данном случае одна ячейка получается у нас имеет емкость 4 400 эти по нулям две единственное что можно сделать в данном случае при условии что ячейки прослужит долго отсюда убрать по одной ячейке поставить их сюда и добавить еще четыре ячейки новых каких-нибудь л джишки поставить или что-то в этом роде на 3000 в сумме получим 5 ну а здесь будет 4 400 у этой ячейки это думаю будет самый верный вариант если повторюсь эти ячейки прослужит еще долго предложил клиенту добавить 4 ячейки а эти перекинуть из рабочих но с малой емкостью раскидать на все в итоге мы получим как раз то что нам нужно здесь вот идет контроль по одной ячейки тем самым мы сюда поставим л джишку на 3000 общая емкость здесь будет 285 на 2 это но 1100 грубо говоря емкость ячейки будет 400 емкость этой ячейки 4 400 значит эти будут минимальные ячейки и как раз по одной из них ведется здесь контроль никелевой ленты демонтируются очень даже хорошо приварено приварено не очень мощно поэтому довольно таки все четко снимается но 37 вольт но 38 но 43 4 доктор ячейки мы их выкидываем демонтаж произведен теперь нам нужно убедиться что емкость ячеек равномерная то бишь если у этой ячейки было 2185 то она реальная пополам у этой 1100 и у этой 1100 чтобы быть уверенным что емкость у нас у ячейки потом равномерная а то вдруг какая-то здесь деградировала больше допустим это было здесь а это здесь допустим у них сейчас мы протестируем емкость реальная у них 2185 в этой значит 0 либо наоборот у этой будет 0 на что той 2127 но это мы сейчас и проверим заряд током 2 ампера одна ячейка разряд пусть будет 5 амперы цикл заряд-разряд один поехали чудо случилось чудо не понял как раз таки она дохла что 8 и 7 вольта на ней вот это жесть ну значит она тоже дохла о чем я и говорил это уже печально значит будем гонять эту ячейку оставшуюся а здесь эту заряд-разряд цикл замерим значит тогда вдруг здесь вот это то дохло нет не дохло значит наверно здесь пополам тут еще одна ячейка получается дохлая блин значит нужно 5 ячей будет ставить ладно пусть тестируется посмотрим какая емкость эта ячейка отдала 2200 это 2143 интересно получается если это ячейка отдала 1200 она по идее отсюда то сколько тогда вот эта ячейка отдаст тоже что ли дохлая но если напряжение поднялось значит она двух ячейка дохлая и мне так кажется что эти ячейки были изначально плохого качества и не факт что вот эти будут работать и дальше хорошо которые вместе с ними здесь которые пока еще работают получается у нас целых только только четыре ячейки надо значит 6 ячеек сюда надо опять говорить владельцу это конечно капец отсюда получается что проще заказать просто корпус пить отдельные ячейки все это спаять сварить и будет гораздо лучше чем купить вот такой вот г которая сдуется уже будет мертвым когда придет сообщил владельцу что такая вот ситуации нужно менять шесть элементов сказал меня и что было главное все нормально что мы получаем в этом случае здесь у нас этот сборочка она мне не нравится параллельная сборочкой раз мы будем менять все шесть элементов то я хочу сделать таким образом отсюда один уберу элемент и заполню целый ряд чистая л джишками чтобы сделать систему надежный надеюсь вы поняли так это будет ненадежная система здесь будет одна из параллельных ячеек собрана только из китайских элементов правильно а я хочу отсюда убрать этот элемент поставить его туда а здесь заполнить чисто чисто л джишками даже если один элемент выйдет из строя то л джишки вряд ли выйдут из строя будут работать хорошо сейчас я удалю все это дело ну вот собственно и все нерабочие ячейки демонтированы рабочие нужно дремелькой здесь зашлифовать чтобы нормально приварить поверхность была ровная и можно собирать все это дело сварим все готово зачищено можно теперь приваривать вместе это я показывать не буду перед тем как варить все это дело хотелось бы отметить то что не нужно забывать про шайбочки изолирующие потому что когда будем варить может здесь прожечь пластиковые шайбочки родные которые стоят и хорошенько перемкнуть и второй момент в эту ячейку нам нельзя ставить два элемента л джи два новых элемента так как по этой крайней ячейке у нас происходит замер емкости а две ячейки будут больше по емкости чем все остальные там где будет одна из старых ячеек поэтому сюда нам нужно поставить одну старую одну л джи шку а дальше уже как получится чеки все отбалансировал аккумулятор заряжен показывает полный заряд единственное что мне не нравится здесь то что он ведь болтается как не знаю чё сейчас мы его наверное закрепим немножечко снизу нельзя здесь заливать там снизу корпус будет мешать здесь мы так вот сделаем все можно собирать и отдавать на этом думаю видео завершить какие выводы можно сделать из данной покупки клиентам такого аккумулятора можно купить кота в мешке у которого элементы будут дохлые не все конечно могут купить просто корпус и собрать поэтому наверное заказывают готовые аккумуляторы но дешевле принципе выйдет заказать корпус и докупить именно элементы либо кто умеет споры открывать но это нужно разобрать доказать что элементы неисправны я даже не знаю как это будет доказать алиэкспрессу он скорее всего присудит отправить его назад короче сейчас геморрой стал с алиэкспрессом проще мне кажется купить кейс чисто кто особенно может сам собрать сварить вот такие вот мысли пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу кому понравилось видео ставьте лайки кому оно было полезно поддержите канал до новых видео и всем пока